Здравствуйте, Девы! Это будет расклад для вас на октябрь 2017 года. Схема расклада будет такая же, как в сентябре, но прошлое, которое будем смотреть, естественно, сентябрь. Потому что посмотрите, что в прошедшем сентябре было в вашей жизни, соответствует ли, будет ли соответствовать информация в этом раскладе вам. Так, Девы, октябрь 2017 года. Потому что карта прошлого, то есть, что в сентябре, какой был месяц или какое там важное событие было. Если это ничего такого вообще к вам, это никакого отношения не имеет, значит, и весь расклад на октябрь может, естественно, не соответствовать. Так, Дева, октябрь 2017 года. Разные сферы жизни. Дева в октябре 2017. Девы, Дева, Дева. Так, дорогие Девы. События сентября. Какое-то, я не знаю, одно событие, либо атмосфера сентября. У кого как покажет? Ну, должно хоть как-то соответствовать. Если, в смысле, не соответствует совсем, то уже и... Я не знаю, какой смысл смотреть. Так, сейчас я выложу все карты. Заодно те, кто сами читают карты, вам не надо ждать, пока я тут все истрактую. Вы просто глянете и спокойно, как говорится, пойдете заниматься своими делами. Что касается самонастроя Девы в октябре. Какой же у Девы самонастрой? Ух, колесница! Все, никаких назад, только вперед. Вот. Смелые такие, активные цели какие-то. Боже ты мой! Прекрасно! Так, работа, дела, бизнес, учеба у Девы в октябре. Как будут складываться там дела? Ну, восемь мечей немножечко, конечно, где-то вас там будут сдерживать, ограничивать и какие-то, наверное, палочки в колеса ставить. Так, деньги, финансы. Что по деньгам? Как там будет? О-о-о! Девять кубков. Вот. Карта изобилия, довольства, достатка. Дом, семья, родня, родственники, отношения с близкими, бытовые какие-то дела и так далее. Дева в октябре. Дом, семья, родственники, дела, королева кубков. Как бы не похоже на вашу энергию, хотя теоретически можете быть. Женщины могут стать такими вот заботливыми, волнующимися, такими мамочками, хозяюшками. Так, любовь, романтика, отношения у дев в октябре. Как будут складываться на любовном фронте дела? Девы, тут смерть, старший аркан. Здоровье, самочувствие. Девы в октябре, здоровье, самочувствие. Десятка кубков. Чего-то я не знаю пока тут с этим старшим арканом, который нарисовался. Но перемены будут. Мы сейчас будем, конечно, прояснять, смотреть с вами. На дне колоды королева мечей. Дно колоды – это атмосфера месяца в целом. Фон или, ну здесь у нас персонаж, или человек, который будет, ну скажем так, на протяжении этого месяца около вас, рядом с вами. Как-то там влиять на вашу жизнь, присутствовать в вашей жизни. Вообще, королева мечей, конечно, королева иногда печальная, иногда суровая. Человек, который пережил потерю, переживает какие-то трудности, да, что-то заставляет ее быть такой суровой. Ладно. Паш-монет, то, что сентябрь показывает. Паш-монет – это начало, неважно, учебы, работы на новом месте, начало нового проекта, что-то связанное с ребенком. Сейчас мы киперами будем смотреть. То есть новое начало, обучение, начало развития чего-то, беременность может быть, конечно же. То есть то, что в сентябре показывают. Вот сейчас мы посмотрим, что нам киперы скажут. Где вы? В сентябре вот этот Паш-монет. Паша-монет нам, пожалуйста, проясните. Суд. Ну, суд, имеется в виду здание суда. И... Хороший исход в любви. Ну, я хочу сказать, что для кого-то действительно, наверное, ну, с учетом вот этого, то, что здесь показано, действительно пара, ну, как бы забеременели или родили ребенка. Это первое, что приходит на ум. Второе, человек, допустим, пошел, потому что у меня вот эти вот здесь суд, но у меня как бы ассоциируется с вот этими, знаете, учебными заведениями или какими-то официальными заведениями, где вот такие, ну, как сталинские такие строения, да, где вот такие колонны, все так это пафосно, крупномасштабно и так далее. То есть, кто пошел учиться, конечно, это может быть очень даже неплохой, ну, как неплохо начал человек, там, ребенок или, там, студент, да, очень даже неплохо начал учиться, влился в коллектив, даже нашел друзей или уже случилась там влюбленность и так далее. То есть, здесь, конечно, могут быть разные вещи в сентябре, которые показаны, но похоже, что неплохо. Могло быть, кто-то мог, допустим, выиграть в суде, пусть это что-то небольшое, пусть это даже, там, небольшие деньги, ну, как бы, хотя бы, там, типа, в мою пользу что-то там сложилось, как-то получилось. Ну, в общем-то, мне видится, что сентябрь мог быть и неплохой у Дев, вполне. Восемь мечей на работу. Так, не с работы мы начнем, мы начнем с самонастроя, но я уже коротко сказала, что колесница, конечно же, это карта такая очень вот стремительная. Возничий – это очень умный человек, у которого есть цели, и он к ним стремительно движется. То есть, напористость будет у Дев, прекрасно будет работать соображалка, Девы будут стремиться к каким-то своим целям, именно своим. То есть, я не могу сказать, что вы будете, ну, как, типа, абсолютно игнорировать интересы других людей, но свои интересы все-таки на первом месте в карте колесницы. Свои цели, свои устремления, карьера у кого-то может быть на первом месте, хотя здесь у нас немножечко какие-то, видите, ограничения. Но, опять-таки, они могут быть небольшими, потому что младший аркан, старший аркан колесницы, конечно, это очень такое состояние боевой и напористое у Дев. Ну, в работе, делах, бизнесе или учебе показывают восьмерку мечей. Что касается графика, может быть очень неудобный график, стесняющий вас, не дающий вам развернуться, условия работы могут быть тоже какими-то такими вот сдерживающими, ограничивающими. Могут быть разные юридические ограничения. Допустим, для того, чтобы что-то сделать, нужна какая-то справка. Эту справку выдает такая-то инстанция. Пока за этой справкой, короче, тут вот немножко как палки в колеса, понимаете? Но не крупномасштабно, а досаждает это, может досаждать немножко. Кто-то может накладывать на вас какие-то ограничения. Ой, то нельзя, так мы тут не делаем, так не положено. То есть, видите, настрой-то, ох, как говорится, рвануть, так уж рвануть. А тут вот то нельзя, это нельзя, так не принято, что подумают, что скажут. У нас так отродясь не делали. Так что ты у меня упал, дорогие девы. Ой, упал у меня судья, выносящий приговор. Ну я же говорю, осуждение какое-то. Не то делаешь, не так делаешь, так не принято. Знаете, как вот смотрят и критикуют. Хотя, если вы дева, вы можете так критиковать тоже, по солнцу особенно, если вы дева. Вот если у вас асцендент в деве, то вас могут вот так вот терпер, терпер, терпер. Но если у вас солнце в деве, то вы сами можете на работе, вот как вам сказать, слишком строго придерживаться каких-то правил. Сами же от этого испытывать какой-то дискомфорт. Кого-то можете, постоянно вам приходится приструнять, потому что, ну совершенно, ну в вашем понимании, например, если не приструнять, то если не держать в ежовых рукавицах, то вообще расхлябаются. Если вы здесь в такое состояние, может быть. Если у вас луна в деве, то вам может казаться, что у вас просто, вы знаете, как в тиски какие-то зажали. И постоянно за вами смотрят, следят, как бы норовят, типа как найти изъян. Вот что вам может, если у вас луна в деве. Деньги, финансы. Девятка кубков. Ну вообще карта как бы изобилия, достатка и, ну как, довольство, что ли. Поэтому, конечно же, несмотря на то, что какие-то тут вот такие, не знаю, ограничения, может быть даже сложности, кстати, юридического характера, как с добрым утром. Имейте вот это в виду. Какие-то строгие правила могут быть, какие-то бумажки нужны, какие-то инстанции мешают работать, если можно так выразиться. В общем, понимаете, да, юридического характера все-таки тут и всякие, и разные вот эти вот инстанции проверочные эти. Вот это вот может не очень. Если вас такое касаться не может, ну может руководство, может так, опять-таки, какие-то, что-то урезать, все зажимать, прижимать, короче. Ну, потому что карта прям вот, знаете, плена прям связана по рукам и ногам. Вообще вот не шагни, не ступи, не сделай, не скажи вообще. Но при этом как бы на деньги, видите, как бы там ни было, девятку кубков показывают, карту изобилия, карту достатка, карту довольства. И ну тут не только на хлеб с маслом, тут как бы и гораздо получше все выглядит, чем просто хлеб с маслом. Может быть, вы потратите в этом месяце приличную сумму на какое-то застолье, на какие-то вот такие приятные, я бы сказала, вещи. Не столь прям полезные, вот очень сильно нужные, а очень сильно приятные. То есть вы будете что с удовольствием получать деньги, что с удовольствием их тратить на какие-то, ну не знаю, вещи, которые радуют вас, ваших близких. Дом, семья, родня, родственники, отношения с ними, королева кубков. Это очень хорошее отношение, то есть это, ну как вам сказать, королева кубков обычно такая вот заботливая, она за всех переживает. У нее такое сострадание, я не знаю, она там всем сочувствует, в общем. Всем ходит нам, вытирает сопельки, беспокоится обо всех, да, соп переживает. В общем, такое вот. Может быть, у вас, конечно, кто-то есть в семье, кто вот так вот себя ведет и всегда за всех волнуется, и всегда всех там любит, и по первому уже зову прибегает и так далее. Или вы можете быть таким человеком. Ну для мужчин, наверное, все-таки это, я не знаю, мама, ваша любимая женщина, дочь может быть даже. Если у вас дочь такая, может быть, заботливая, добрая, мягкая, нежная, которая там замечательно готовит и заботится о том, чтобы всем было хорошо. Вот особенно ее волнуют всякие вот, ну то есть да, она иногда даже перебарщивает с вот этим, ой, одень носочки там, да, 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 ну волнуется, волнуется женщина. Ну отношения в любом случае хорошие такие, душевные. Любовь, личная жизнь тут показывают смерть. Смерть это, смерть может говорить о переменах. То есть если вы в отношениях, межличностные. Сейчас мы киперами посмотрим. Я даже не хочу сказать. Дело в том, что если отношения подходили к своему вот такому логическому завершению, что все там, как говорится, вопрос был только когда, то это может быть в этот месяц, когда, вот тогда. Вот. Причем по самонастрою дева может это форсировать. Хочу заметить. Вот. По смерти бывают расставания, бывают разного рода перемены в отношениях. Но все равно карта такая вот тяжелая такая, знаете, эти перемены все равно не такие вот глубокие. Это не что-то такое поверхностное. Это кардинальные перемены. Но необратимые их нельзя и не надо избегать, хочу заметить. Если что-то происходит, уходит, оно должно уйти. Вот в чем дело. И мы тут как бы... Нам тут сложно противиться. Так, посмотрим. Хорошо. Так, у девы. Дев. Любовь, личная жизнь, романтика, отношения. Отношения, подарки, изменения. Подарки, изменения. Ну, то, что изменения, мы уже по смерти поняли, что изменения. То есть будут какие-то изменения. В какую сторону, я даже боюсь смотреть. Вы понимаете, я думаю, что, наверное, у всех в какой-то, ну, в разной... По-разному эти изменения могут пройти. Но что-то крупномасштабно меняется. Если вы дева по солнцу, я думаю, менять в отношениях что-то, причем так вот, знаете, революцию проводить будете вы сами. Если у вас асцендент в деве, то, наверное, это вот такие... Должны какие-то перемены произойти. И это вот... Ну, как, неизбежно, что ли. Да. Потому что все-таки, когда выходит старший аркан, это уже тут и судьба тоже играет. И вносит свои коррективы в нашу жизнь. Если у вас луна в деве. Ну, я вам хочу сказать, вы будете что-то очень тяжело переживать в отношениях. Вот какие-то изменения будут, которые вы будете очень тяжело переживать. Как-то болезненно, знаете. Можете немножечко... Ну, как, слишком сильно тревожиться. Вам может быть тяжко, вас может это пугать и так далее. Ну, не могу сказать, конечно, что... Хотя вот киперы, видите, показали, что изменения. Так. Если кто-то... Вот здесь пашмонет выходил. Если кто-то забеременел и сейчас в положении находится, то вам как раз не надо этой карты бояться. У вас просто как организм меняется. В ваших отношениях естественно меняется все. Причем это же, понимаете, один день, когда мы сообщили, у нас будет ребенок. Понимаете, это в один день не осознается. Это вот эта трансформация глубинная происходит постепенно. Я сейчас почему заговорила об этом. Потому что вот этот пашмонет, вот эта королева кубков, вот эта смерть, вот эта десятка кубков. И вот работа, что вы можете быть и не на работе, или вам может так тяжело даваться, ну, то есть вот если кто-то в положении, ну, я не знаю, там, не очень самочувствие, просто тяжело все это, такие вот крупномасштабные изменения в организме, и самочувствие где-то няховое. Тут еще надо что-то делать. Ну, в общем, вот так вот может быть. Десятка кубков на здоровье. Я считаю, что эта карта замечательная. То есть каких-то резких изменений не будет. Все очень плавно. Если вы себя хорошо чувствуете, вы себя прекрасно будете чувствовать. Если у вас, допустим, были какие-то недомогания, и где-то вам было тяжело, вот эта карта такого отдыха, расслабления, гармонии, умиротворения, когда вот, ну, ой, то есть нам полегче, понимаете? То есть если что-то где-то вас тяготило и немножечко мучило, то по десяточке кубков, наверное, немножечко подотпустит и даст вам эта болячка перед их. Ну, в общем, вот так, дорогие девы, старший аркан у нас только на ваше состояние и на какие-то изменения в личной жизни. Я думаю, все-таки к лучшему. Единственное, что все равно любые перемены, они переживаются. Но вы стараетесь не волноваться, стараетесь все-таки смотреть на все оптимистичнее, что вот эти... Ой, слушайте, я хотела проверить эту смерть. Солнце к лучшему, точно к лучшему. Так что не грузитесь, не парьтесь и не волнуйтесь. Все перемены, они к лучшему. Удачи вам, дорогие девы. Прекрасного октября. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok